Приветствую вас. Я думаю, что проблема заключается в том, что вы вместо того, чтобы спокойненько сесть, спокойненько поисследовать, что молодому человеку вашему может быть не по душе. Вот, вы вместо этого пытаетесь ему что-то предъявлять, вместо этого вы пытаетесь рассказывать ему претензии какие-то. Вы вместо этого пытаетесь его как-то вот к чему-то принудить. Вот и так далее. То есть я думаю, что глобально проблема заключается в этом. Именно глобально. Проблема заключается в том, что вы не берете личную ответственность за то, что происходит. Ну вот, ну, между, между вам. Вот. Вы не берете личную ответственность за это. По факту. И, в общем-то, перекладываете. Вот. Перекладываете ее, чтобы ответственность за то, что вы перекладываете на мужчину. Просто. Мол, типа, это ты виноват. Вот это ты. Давай. Перестань. Сидеть на сайтах знакомств. Перестань. Гулять. С девочками. Вот. И так далее. Хотя, вопрос. Именно вопрос. Ну, он. Заключается. Наш. Заключается. На самом деле. Именно в том, а почему, почему молодой человек вообще гуляет с другими девочками. Чего ему может не хватать при, ну, при общении с вами, при взаимодействии с вами. Что его может не устраивать. Собственно. Собственно. Но этот вопрос, он вас почему-то не беспокоит. А должен бы, если вы молодого человека, кто его любит. Если у вас есть к нему шифры. Какие-то. Если это так, то беспокоит вас это должно. Беспокоит вас это должно. Потому что это означает, что мужчину что-то не устраивает. Это означает, что человек не удовлетворён. Это означает, что человеку чего-то не хватает. Понимаете? Какая штука. Вопрос правда заключается в том, чего не хватает. Но, чтобы в этом вопросе разобраться, нужно поисследовать, что делаете вы. Нужно посмотреть, как действуете вы. Как вы себя ведёте. Что вас объединяет в человек. И так далее. И вот где-то, где-то на стыке, где-то на стыке того, что вы делаете, будет ответ лежать на вопрос, который вы задаёте. Примерно такой ответ я мог бы вам предложить. Не менее важным, на мой взгляд, является ситуация с вашей возможной ревностью. То есть, если вы ревнуете слабому человеку к другим женщинам. Ревность проистекает из неуверенности в себе, из страха остаться одной, из отсутствия реализованности, из невозможности доверять, то есть проблемы с доверием и из негативного опыта измен в вашей жизни. Как прямого, так и косвенного. И с этим тоже можно и нужно разбираться. Если вы ревнуете, то ситуацию нужно раскрывать и вам от ревности помочь избавиться. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok